Общественный фонд Аман Саулык проанализировал, как Министерство здравоохранения реализует госзаказ среди НПО. Выводы неутешительны. В победителях те, кто выигрывает конкурсы в результате откровенного демпинга. Информация об этих организациях закрыта, что вызывает сомнения. А есть ли они в природе? Мы стали искать по тем адресам и по тем телефонам, которые были указаны. Мы их не нашли. Мы обратились письмом Министерству здравоохранения. Пожалуйста, вот они у вас выигрывали. Дайте, пожалуйста, нам координаты этих. Ну, нам министерство не ответило. В Министерстве здравоохранения подозрения отвергают. Никакой, говорят, коррупционной составляющей в распределении госзаказа нет. В Аман Саулык парирует. На примере только одного Минздрава нужно притормозить разработку законопроекта о государственной поддержке НПО. Согласно ему, гражданский сектор обеспечит не только финансовой господдержкой, но и премиями за хорошую службу. Когда вы говорите о коррупционной составляющей, нужно, наверное, в первую очередь говорить не о коррупции, а о недобросовестном отношении самих неправительственных организаций. Чтобы сами неправительственные организации не превращали вот это в кормушку или там зарабатывание каких-то денег. В этом году на госзаказы в Казахстане выделена круглая сумма – 5 миллиардов тенге. Отдельные депутаты считают, документ не готов для обсуждения в парламенте. Весь неправительственный сектор не может в год премироваться. И получается таким образом, что это будет 5-10 организаций за значимые заслуги. И для этого целый закон вносить в парламент, на мой взгляд, это пренебрежительное отношение вообще к пониманию законотворчества. Пока идут споры, как быть с госзаказами и стоит ли принимать закон, в неправительственных рядах появились Гонго – государством организованной негосударственной организации.